Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 24 главу этого Евангелия. И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им, видите ли все это, истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Здесь говорится о том, что Христос выходит из храма, и ученики Христа показывают Ему великолепие этого здания, на что Христос отвечает словами, видите ли все это, истинно же, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. На самом деле это пророчество пройдет всего несколько десятилетий, как Иерусалимский храм действительно будет разрушен. А император Тит даст приказ разбить каждый кирпич в городе Иерусалиме и пройти плугом через весь город. Таким образом, буквально исполнилось это пророчество Христа, не останется камня на камне. Единственное место, которое было сохранено, это храмовая стена, которая сейчас называется «Стена плача в Иерусалиме», как напоминание о том величественном строении, которое было всецело разрушено, как напоминание о великом городе, который, по сути дела, был стерт с лица земли. Но какое назидание для нас может быть в этом тексте? Нас действительно иногда поражает величие какого-нибудь строения, какой-нибудь структуры, какой-нибудь организации. И мы очарованы, влюбляемся в какое-нибудь движение. Нас очаровывает стройность какой-нибудь человеческой традиции. Но Христос показывает, что все, что создано человеком, оно все-таки зыбко. Оно может существовать, оно может очаровывать даже, но до определенного момента. Потом, рано или поздно, как сказано, все вещи, они истлевают от употребления, то есть приходят в некую негодность. И напротив, то, что создано Богом, оно создано на века. В Великой Римской империи, что от нее осталось? Только наименование. А церковь Христова, которую он создал, она и до сих пор по всему миру существует. И в ней проповедуются Евангелия, в ней совершаются таинства, обряды совершаются, произносятся молитвы перед Богом. То есть организм церкви оказался более живым, жизнеустойчивым, чем нежели те империи, которые возникали, пропадали. Римская империя, Византийская империя, Османская империя, даже Российская империя. Все это существует какое-то время, потом ничего не остается. И чаще даже камня на камне не остается. Поэтому, когда мы ищем для себя что-то устойчивое, мы должны понять, что Христос и есть тот камень, который сообщает устойчивость любому зданию. И если свою веру мы строим на Христе, на вере в Иисуса из Назарета, как в Сына Божия и Мессию, то это серьезное основание. А если свое счастье мы связываем с какими-то там политическими движениями, с какими-то мощными структурами, то это все очень зыбко и проходяще. И далее. Когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Действительно, многих людей занимает этот вопрос, а сколько еще будет существовать этот мир? Но есть некое праздное любопытство в таком вопросе. Поэтому Христос, отвечая, говорит, Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Прежде всего, Христос говорит о том, что если люди проявляют праздное любопытство в этом вопросе, когда же конец света, то придут многие лжехристы и прельстят многих, когда будут говорить «Вот через год конец света», «Вот ближайшее время конец света». Действительно, только Господь Бог знает, когда завершение человеческой истории. Ведь Христос и есть смысл человеческой истории. Христос в своем Боговоплощении, который сам говорит о себе. Есть альфа и омега, начало и конец. Но в то же время Христос говорит о приметах, которые будут связаны с концом света. Также услышите о войнах и военных слухах. Но кто-то может сказать, а войны всегда были, военные слухи тоже всегда распространялись. О чем идет речь? Христос говорит не просто о войнах, Он говорит о неких глобальных конфликтах. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Он не говорит, что восстанет народ на народ и все. Или он не говорит, что царство на царство. Он говорит народ на народ и царство на царство, имея в виду не просто конфликт между одним народом и другим народом, одним царством и другим царством, а имея в виду некий глобальный конфликт, Когда народы и царства приходят в движение от военных конфликтов. В реальности XX века мы уже имели две глобальных войны. Это Первая мировая война и Вторая мировая война. И многие политические аналитики считают, что сейчас мы уже стоим на пороге Третьей мировой войны. Когда конфликт не будет ограничиваться территориальными притязаниями между одним и другим народом. А вся планета может быть втянута в некий такой трагический конфликт. Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения. Но если будут землетрясения, разве не бывает землетрясений в наше время? Глады, моры, эпидемии. Разве это не реальность любого времени? Значит, речь идет о том, что в последние времена все это усилится. Кстати, ученые обращают внимание на то, что сейсмическая активность на планете стала значительно более высокой. Землетрясений все больше и больше. Катаклизмов природных все больше и больше. Ученые это связывают, конечно, не с концом века, а с тем экологическим кризисом, который становится реальностью, неким необратимым процессом. Но с чем бы они это ни связывали, это реальность уже и наших дней. Когда Христос говорит о том, что это все начало болезней, может быть, речь идет о том, что в результате ядерных конфликтов военных будут болезни, лучевая болезнь. Это проблема, которая до сих пор мучает японцев. Хотя очень давно, но ядерный удар был нанесен по Нагасаке и Хиросиме, и последствия лучевой болезни до сих пор сказываются. Возможно, речь идет о том, что появятся новые болезни, которых люди не знали раньше. Например, тот же СПИД, чума XX века, как его назвали. Это болезнь, которая не была известна людям прошлого. И все это тоже реальность того времени, в котором мы с вами живем. И далее, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазняться многие друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. Вот здесь Христос совершенно конкретно говорит о том, что христиан будут ненавидеть во всем мире. Вот даже 15 лет назад, 20 лет назад, это было трудно представить, что на Ближнем Востоке будут обезглавливать христиан только за то, что они христиане. 15-20 лет назад отношение к церкви было очень почтительное в обществе. Но мы видим, как оно трансформируется в нечто совершенно непочтительное, даже совершенно презрительное по отношению к верующим людям, к христианам, особенно к духовенству церкви. Это та реальность, в которой мы живем. То есть отношение к церкви будет очень жестокое. Будут предавать вас на мучения и убивать вас. Конечно, мучения и убийства здесь имеются в виду некие действия в таком широком контексте. Будут информационные киллеры, которые будут нападать в информационном пространстве на священнослужителей. Будут мучения, связанные не только с умершвлением верующих в Иисуса Христа, но и с созданием такого контекста их существования, когда жизнь будет становиться все более и более невыносимой. Тогда соблазнятся многие. Возможно, здесь речь идет о том, что кто-то не выдержит этих мучений. И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. Действительно, агрессия по отношению к любой части населения, она всегда оборачивается агрессией по отношению к другой части населения. То есть те люди, которые враждуют против церкви, они неизбежно начинают враждовать и друг против друга. Сначала объявляют противниками всего прогрессивного христиан, начинают их преследовать, доносить на них. Потом охота за ведьмами превращается в взаимное информационное истребление друг друга. И следующий признак последних времен – и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Лжепророки – это те, которые нам что-то обещают в ближайшем будущем, как правило, но это не всегда исполняется. Это могут быть и политические лидеры, деятели, которые будут очаровывать народонаселение своими обещаниями. Это могут быть и религиозные лжепророки, которые будут предлагать некие новые откровения, новейший завет будут предлагать людям от Бога. Но в действительности это, конечно, еретические течения, которые искажают жизнь и не дают возможности людям иметь чистое познание о Боге и о его откровении. И прельстят многих. То есть, по зачарованию этих лжепророков и политических, и псевдорелигиозных попадут очень многие люди. Идеи Маркса, например, в свое время они завладели значительной частью планеты. До сих пор Китай исповедует идеологию Маркса. Когда-то Россия подсела на эту идеологию. Идеи Ленина, Сталина, Гитлера и других разных деятелей Эти идеи, они будоражат сознание людей некими заманчивыми обещаниями. Но в конце концов приходит неизбежное разочарование. И по причине умножения беззакония, то есть грех будет усиливаться в мире, во многих охладеет любовь. И претерпевший же до конца спасется. То есть если мы преодолеем искушение последних времен, это не значит, что мы стяжаем какие-то добродетели. Хотя бы претерпим до конца, это уже путь спасения. И далее говорится об очень важной примете последних времен, исполнении, которое мы наблюдаем прямо сейчас. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть проповедь Евангелия будет абсолютно доступна и открыта. Вы можете включить интернет, найти нужный портал, и мы сейчас с вами общаемся. И неважно, где вы находитесь в этот момент в Москве, или в Нью-Йорке, или в Сан-Франциске, или в Токио. «Проповедь Евангелия в последние времена, как последний призыв, она приобретет глобальное значение и распространится по всему миру. Это действительно будет последний призыв. Кстати, 20 лет назад, 25 лет назад это невозможно было даже представить, что священники смогут приходить в воинские части, что священники смогут приходить в тюрьмы, что проповеди будут не то, чтобы на просторах интернета, тогда не было интернета, а то, что по радио, по телевидению, это станет всем доступно. Но это будет уже последний призыв. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Мерзость запустения, которая была обозначена пророчеством пророка Даниила, это предсказание о том, что на святом месте будет нечистота. С одной стороны, это указание на ту кампанию, которую начнет первый император из дома Флавия в Веспасиан, известная иудейская война. И город Иерусалим, и святой храм будут окружены римскими войсками. Но по отношению к гибели всего мира, мерзость запустения – это всемирная апостасия, отступление от истинной веры. Причем отступить от истинной веры, например, Кришнаид не может. Свидетель Иеговы тоже не может отступить от истинной веры. Какой-нибудь язычник тоже не может отступить от истинной веры. Апостасия – это процесс, который происходит внутри христианского сообщества. Потому что отступником от веры может быть тот, который пребывал в истинной вере, а потом, как и Юда, отпал от сообщества святых апостолов. И Ефрем Сирин указывает на то, что многие христиане прелестятся новинами, идеологиями последнего времени и отступят от чистоты веры. Вот в каком смысле будет мерзость запустения на святом месте. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, то есть те, которые сохранят веру, они должны будут возвышать свое сознание через исследование Писания, через духовное наставление, через молитвы и таинства Церкви. И кто на кровле, да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. То есть вопрос спасения должен быть самым главным вопросом. И человек не должен будет думать о том, как спасти душу и при этом сохранить свой бизнес, при этом не потерять каких-то социальных льгот и так далее, и так далее, и так далее. Так не получается. Христос говорил, что спастись может тот, который возьмет крест свой и пойдет за ним. Нельзя пойти за Христом и при этом не взять крест, то есть быть христианином и при этом не принимать на себя те сложности, которые обусловлены вот этим фактом, что ты верующий, а мир, в котором ты живешь, это мир безбожий. Ведь Христос и посылает верующих в этот мир, как овец среди волков. И тьма пытается объять свет, но свет во тьме светит, и тьма не может его объять. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, в таком широком аллегорическом смысле, о чем здесь и речь. О том, что тот, кто еще не разрешился, тот, кто еще не родился свыше, тот, кто еще не выстроил правильное отношение с Богом, тот, кто как младенец, который еще питается молочком из груди матери, для него это будет трагедия. То есть мы должны запасаться к этим тяжелым дням духовным хлебом. Исследовать Писание под руководством церкви, для того, чтобы духовный хлеб всегда был в запасе. Потому что проблемы последнего времени, как пророк Амос пишет, люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, и не смогут его найти. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Под зимой можно понимать нравственные, моральные заморозки. Под субботой – это когда мы слишком расслабились, слишком успокоились. Как сказано, что несчастья последнего времени начнутся именно тогда, когда люди будут говорить «мир и безопасность», «мир и безопасность», то есть «покой и безопасность», и внезапно настигнет их пагуба. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». То есть Господь попустит, чтобы эти самые тяжелые последние гонения, они бы не длились достаточно длительное время. «Тогда если кто скажет «вам вот здесь Христос» или «там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы пристить, если возможно, и избранных, вот я наперед сказал вам». И действительно, в реальности 20 века мы имеем очень много лжепророков, 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 не только в России и в других странах. Это люди, которые объявляют себя Христом, объявляются пророками, духовными лидерами, но это на самом деле такие бесовские обманки. «И так если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молнии исходят от востока и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы». То есть пришествие Христова не будет в каком-то подвале, в каком-то сокровенном помещении, оно будет как движение молний по небу. То есть это будет и яственное событие, когда небо свернется как свиток, и Христос в окружении ангелов и святых спустится на эту землю. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Солнце, луна, звезды – это источники света. Как мы уже говорили, в период апостасии люди потеряют доступ к Слову Божию, и откровение Господне как бы сокроется от многих людей, и они будут пребывать во мраке неведения. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Это крест. То есть крест Христов будет оставаться нашим упованием до последнего мгновения существования мира. Когда не будет возможности читать Библию, изучать Библию, приобщаться к таинствам, потому что это будет крайне ограничено все. Упование на муки Христа. Само крестное знамение, как оружие на дьявола, данное нам, оно будет нас защищать в эти последние, самые тяжелые дни. И на небе явится знамение Креста, как предвозвещение его пришествия. И тогда восплачиваются все племена земные и увидят Сына Человеческого, то есть не отдельные люди увидят, а все племена земные, грядущего на облаках небесных. Кстати, облака свидетельствуют о том, как учили древние отцы церкви, что Божий суд будет не без милости. То есть это будет суд с милосердием. «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой великой, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Что значит «от края небес до края их». Край земли – это сердце каждого человека. И звук трубы ангельской будет столь мощный, что каждое сердце услышит и содрогнется. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето, так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. «Истинно, говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Что значит «не придет род сей, как все сие будет»? Ведь прошло почти две тысячи лет после того, как Христос произнес эти слова. Имеется в виду род сей, то есть род человеческий. Ведь у Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Если бы люди принципиально изменились бы в смысле природы своего рода, своего вида, то, наверное, потребовалось бы новое откровение Бога о самом себе, этим новым существам. Но люди принципиально не меняются. Это все тот же род, как в книге Премудрого сказано, если говорят что-то новое, не верь, это забытое старое. «О дни же том и часе никто не знает, ни ангела небесная, а только отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, то есть вели себя беспечно, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. То есть пришествие Христа будет совершенно неожиданно, но, конечно, не для верующих. Верующие через Писание постигают знамение грядущего пришествия, и то только отчасти, потому что точно о дне житом и части никто не знает, даже ангела небесные не знают, как мы прочитали выше. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Вот почему Господь скрыл дату конца света. Чтобы мы пребывали в ожидании, чтобы вся история церкви это была история ожидания. Помните, как в книге Деяния святых апостолов описывается вознесение Христа на небо, и два ангела подошли к апостолам и сказали, как вы видите из всего Иисуса, возносящегося на небо, так он и вернется. И с этого момента история церкви становится историей ожидания. Меня иногда спрашивают, а когда же конец света? Потому что я в свое время написал большую книгу беседы на апокалипсис. Я отвечаю очень просто. Вот умрешь, вот тебе конец света. Солнце погаснет, луна и звезды, ангелы появятся, бесы появятся, матарства начнутся. Вот это конец света. Персональный, личный, для отдельно взятого человека. Но будет и глобальный, и исторический апокалипсис. Поэтому в любом случае мы должны бодрствовать, ибо не знаем дня часа собственной кончины, не знаем дня часа исторического конца света. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет сын человеческий. То есть надо бодрствовать. И далее говорится о благоразумном, верном рабе, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого господин его придя найдет поступающим так. Верный, благоразумный раб, который дает пищу вовремя, а другим рабам это служители церкви. Если Господь найдет служителей церкви в тот момент, когда они продолжают духовно кормить людей Словом Божьим, то он благословит их. Блажен тот раб, которого господин его придет, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. «Если же раб тот будет зол, скажет сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то есть перестанет заботиться об их насыщении, то придет господин раба того в день, в который он не ждал, и час, в который не думал, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плащ и скрежет зубов». Действительно, со служителей церкви будет спрошено значительно больше, чем с обычных людей. И Бог всегда, мы это видим на примере Моисея, Аарона, Авраама, апостолов, со своих избранников всегда спрашивал значительно строже, чем с обычных людей. Игорь Негода, Игорь Негода, Игорь Негода, Субтитры создавал DimaTorzok